Здравствуйте, уважаемые телезрители, руководители в ответе за коррупцию подчиненных. Именно так звучит тема нашей сегодняшней программы. Глава государства Касым Жумар Токаев еще в ноябре 2019 года подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействию коррупции. Впервые в истории нашей страны, независимого Казахстана, на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за коррупцию подчиненных. И вот сегодня у нас в гостях первый заместитель руководителя департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по североказахстанской области Нурлан Джахин, который подробно разъяснит изменения, которые были внесены в антикоррупционное законодательство. Добрый вечер, Нурлан Сергеевич. Добрый вечер, Елена. Ну, еще раз напомните, пожалуйста, от тех новшеств прошло уже два года с того момента. И что это за нормы, которые действуют уже в течение недели двух лет? Вы правильно отметили, глава государства в своем послании Казахстан-Жомар-Кемидж Токаев первым, когда еще предвыборный, он говорил, что борьба с коррупцией и противодействием является приоритетом. И как раз таки уже в послании он сказал, что необходимо законодательно утвердить институт персональной ответственности первых руководителей за своих подчиненных. Также он еще говорил, поручение давал внедрить в институт антикоррупционной экспертизы. В связи с этим, конечно, были антикоррупционные службы разработаны определенные поправки некоторые, то есть новшества. И, соответственно, уже можно сказать, с начала прошлого года полностью данный институт заработал. Стоит отметить, что данный опыт в целом персональной ответственности, он работает не только у нас, но и он международный, опыт тоже изучался. К примеру, в Сингапуре, если в таможенной сфере, условно говоря, привлекает к ответственности сотрудников, то есть вопрос стоит о поголовной, скажем так, ответственности всех сотрудников таможенного органа, то есть этого госоргана, и они всех, соответственно, увольняют. К примеру, США также при обвинении полицейского, если каких-либо коррупционных правонарушениях, даже вот мелких у них коррупционных, то обратно стоит вопрос о полностью проверке именно руководства данного госоргана ответственности. То есть это не новое, но в целом данный вопрос назревал в Казахстане, потому что никому не секрет, что в средствах массовой информации и общественности всегда поднимали данный вопрос. Даже вот были, вот на телеканалах были, да, это не секрет, что к министрам подходили, спрашивали, вот вице-министров, вот задержали за получение крупной суммы взят, вы понесете, да, в отставку. Но, конечно, в законодательстве, раз такой нормы нету, они как бы не имеют даже права писать то же самое заявление на отставку, но хотя они говорили, что да, в моральном как бы плане я должен как бы уйти в отставку, но как бы ситуация не менялась, то есть если даже был приговор, вступала в законную силу, то, соответственно, они дальше продолжали работать. И сейчас данный институт заработал, и можно сказать, если в прошлом году только шесть политических госслужащих по Казахстану подали в отставку, то есть отставка их была одобрена, только в Северо-Казахстанской области это два политических госслужащих. И хотелось бы отметить, что институт персональной ответственности, да, именно отставка касается только политических госслужащих, а политических госслужащих в нашем случае, это в рамках реестра, это у нас идут политические, это министры, вице-министры, то есть на нашем уровне это Аким области, заместители Акимов, да, Акимы городов республиканского значения, да, Акимы районов, соответственно, идет, то есть если брать по области, то есть Акимы несут персональную ответственность за заместителей, заместители Акимов области несут персональную ответственность за своих подчиненных, то есть курируемые управления, местные исполнительные органы, да, соответственно, Аким также несет, Акима районов есть, то есть политические, да, соответственно, если совершит зам Акима района, то, соответственно, несет персональную ответственность Акима района в таком вот плане идет. А более подробно в ходе эфира расскажу, это персональная ответственность касательно административных госслужащих, это уже в порядке дисциплинарного характера. Ну вот в целом, да, у нас в Северокостанской области 3949 государственных служащих. И вот из них 19, да, ну небольшой процент, 19 человек это политические, остальные относятся к административным. И если вот по ответственности политических должностей все понятно, то вот какие меры предусмотрены для других, потому что других так как больше получается намного. Да, я с вами согласен, конечно, политических не так много, но я уже отметил, что в законе о госслужбе, если не ошибаюсь, статья 60, это касается отставки политических. К остальным принимается мера такая ответственности как дисциплинарная ответственность. То есть если это, условно говоря, совершено заместителем какого-либо управления, да, местного исполнительного органа, то тогда несет ответственность руководителя управления, то есть в дисциплинарном порядке. И здесь стоит еще отметить, если вот касательно отставки политических, да, госслужащих, то обязательно приговор должен вступить в законную силу, и в течение 10 дней политические госслужащие обязаны написать заявление на отставку. На отставку. А принять или не принять, это прерогатива уже назначившего его, соответственно, руководителя. А дисциплинарная ответственность это что, совет по этике, да, решается? Дисциплинарная ответственность здесь, конечно, может вопрос и не, если это уже коррупционный вступил приговор в законную силу, в основном это реализуется вот путем статьи 200, мы вносим представление в рамках расследования дела, да, что были такие причины, условия для совершения коррупционного правонарушения. То есть он, соответственно, коллективе, скажем так, не формировал антикоррупционную культуру, не реализовал, скажем так, антикоррупционные меры по устранению коррупционных рисков. То есть некачественно, неэффективно проводились внутренние анализы коррупционных рисков, потому что любое преступление, оно под собой имеет какой-то, то есть коррупционный риск. То есть это может быть в нормативно-правых актах, либо в организационно-управленческой деятельности. То есть там может быть конфликт интересов, аффилиренность, некачественное оказание госуслуг, и обратно же, лоббирование чьих-то интересов. Все эти моменты они должны видеть. То есть иногда бывает так, что руководитель управления, зная, что его заместитель возглавляет, условно говоря, какую-то комиссию, по выделению тех же субсидий, он не может, к примеру, узнать, какие организации участвуют, условно говоря, в тех же конкурсах. А возможно, это какие-то родственники, скажешь, возможно, этих заместителей или руководителей отделов. И, соответственно, эти моменты тоже это как бы коррупционные риски. То есть, соответственно, здесь стоит вопрос, чтобы сам руководитель инициировал о том, чтобы не было конфликта интересов, и те же закупки конкурсов, чтобы не были в закрытом виде, как иногда у нас в госорганах проводятся, а все происходило в открытом, да, либо в аутсорсинг, либо прозрачно, либо полностью оптимизированы, либо автоматизированы. Вот в чем вопрос. Ну, давайте перейдем к примерам теперь, да, вот за эти два года, какие были отставки у нас в области в связи именно с коррупцией подчиненных? Были такие случаи? Об этом, конечно, широко писали сами журналисты, эти вопросы держали на контроле, можно сказать. Сейчас общественность, в принципе, не спит. Любые задержания каких-либо должностных лиц, они быстро почему-то узнают население, потому что, видимо, город маленький, как бы не скрыть. Но у нас есть, конечно, презумпция невиновности, то есть есть определенная статья в рамках 201, где мы без разрешения надзорного органа, да, прокуратуры, не имеем права давать информацию, то есть есть презумпция невиновности, это в Конституции указано. Ну, а данных, конечно, политических госслужащих, у нас их двое в прошлом году, это, если вы знаете, ну, все знают, это зам Акима области был Федяев Антон Владимирович и Аким Акжарского района Мадьяров. Оба дел коррупционных касались как раз-таки получения дачи взятки. Здесь вопрос стоял по ГАСКу, то есть государственный архитектурно-строительный контроль и лицензирование, то есть управление, местный исполнительный орган, соответственно, его курирует заместитель Акима области. Они были уличены в совершении коррупционного правонарушения, то есть преступления, получения взяток от предпринимателей. И, конечно, их приговорили, если не ошибаюсь, более 25 миллионам штрафа и его подчиненного, руководителя отдела. То есть, получается, руководитель и подчиненный, да? Руководитель управления и подчиненный был. Да, ну, то есть они вместе, как бы поддельник, можно сказать, то есть через него, да. И, соответственно, приговор вступил в силу, и он написал заявление на отставку. Руководство области было одобрено, и, соответственно, здесь по алгоритму направлено в администрацию президента, так как должности политически согласовываются с администрацией президента. И он, получается, покинул свое место. И второй случай, это тоже было касательно ГАСКО. Здесь уже вопрос стоит. Заместитель Акима района, вот Мадьярова, заместитель Акима Акжарского района, он также в ходе расследования дела было также установлено, что он тоже давал взятку руководству ГАСКО. И, соответственно, он тоже был привлечен. Но есть вопрос, чтобы не обязательно, да, вот есть, когда дело прекращается по нереабилитирующим основаниям, то есть они его не реабилитируют, тогда в таком случае тоже отставка как бы неизбежна. То есть не обязательно, чтобы был приговор, то, ну, может быть, и прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. В таком случае отставка также неизбежна. Вот в таком формате. Если, также вот мы говорим в основном, да, я уже отметил, что это уже касается политического случая. У нас есть еще административный госслужащий, там и правоохранительный блок, территориальные департаменты. То есть по ним, по всем также привлекается к ответственности. Вот если в текущем году еще у нас таких еще примеров нету, то есть касательно отставки, да, института, именно политических, но у нас есть ряд должностных лиц, которые у нас на сегодняшний день на мониторинге, то есть если дела производства будут окончены, направлены в суд и будет обвинительный приговор, в таком случае, соответственно, есть у нас есть политические, которые должны будут подать в отставку. Также хотелось бы сказать, что мы вносим, как орган уголовного преследования, следователь вносит у нас представление, это в рамках статьи 200, то есть по устранению причин и условий, способствующих именно совершению данного преступления. К примеру, по результатам от рассмотрения представлений у нас имеется 33 дисциплинарных взысканий, в том числе 4 замечания, 7 выговоров, 10 строгих выговоров, 4 предупреждения о неполном служебном соответствии и освобождение от занимаемой должности 3, увольнение 4 и понижение должности 1. Вот приведу пример, у нас были ряд тоже полицейских, да, вот батальона патрульной полиции задержанной, и обычно у них тоже есть своя дисциплинарная комиссия, да, то есть и по представлению они сразу целый ряд руководителей вышестоящих, то есть командир батальона, командир рот и заместитель, они вот практически, этот институт у них тоже работает жестко, может и как что правоохранительный блок. Также у нас есть вот дело в отношении руководителя отдела предпринимательского сельского хозяйства, ветеринарии Акимата города Петропавловска, здесь тоже по факту получения взятки от директора ТО в качестве взятки 150 тысяч тенге. По данному делу, как раз у нас было рассмотрение представления, руководитель аппарата Акима города Петропавловска Туренова была привлечена к диссоответственности в виде выговора, получается, то есть она как бы неизбежна, соответственно, эти дисциплинарные ответственности, то есть если 1-2 будет повторяться системно, то есть мы, соответственно, как уполномоченный орган ставим вопрос о несоответствии, соответственно, отстранении занимаемой должности. И здесь еще стоит отметить, есть вопрос, когда руководитель не на должном уровне выполняет профилактическую работу, то есть не обязательно, да, вот у нас сейчас по поручению председателя агентства Ахмеджанова Марата Муратовича мы усиливаем именно координационную работу, то есть в какой части, то есть закон есть о противодействии коррупции, есть конкретные меры, антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, то есть субъекты противодействия коррупции, это все должностные лица и иные лица, то есть даже простые физические лица, все являются субъектами противодействия коррупции, то есть они на своем уровне эти меры должны реализовывать. Если принцип слышащего государства нарушается, бюджет эффективно, нерационально, скажем так, используется, да, либо неэффективно, население жалуется на тот и тот же, скажем так, государственный орган или на кого и того же руководителя, то здесь мы тоже, это уже нам сигнализирует о том, что в данном государственном органе есть определенные риски для вот в дальнейшем, то есть ситуация может ухудшиться, то есть если они как бы население хотят слышать, значит такое у них есть такие риски, когда они могут какие-то, то есть лоббировать интересы предпринимателей, либо там заниматься хищением, какие-то схемы, возможно, совершать. Ваши задачи, да. Да, то есть в данном случае мы уже должны реагировать и вносить на имя вышестоящего руководителя, то есть письмо, рекомендацию с аналитикой, с подробной, да, и предлагать, то есть меры, вплоть до отстранения либо привлечения дисциплинарной ответственности. То есть эти нормы, скажем так, непринятия мер, они даже, скажу больше, они даже отражены у нас в административном кодексе, то есть в кодексе об административных правонарушениях, когда за непринятие мер первыми руководителями сразу есть административный ответственность, там штраф, если не ошибаюсь, 100 МРП, то есть приведу пример простой, банальный, если обратно же касательно ответственности, да, возможно, он, зная, что руководитель отдела совершил, привлечен к ответственности, да, есть обвинительный приговор, и он своего заместителя, который непосредственным руководителем является руководителем отдела, не привлекает к ответственности, в таком случае стоит вопрос, Мы уже можем вставить вопрос о непринятии мер этим руководителям в отношении своего заместителя. То есть, почему вы за своего заместителя не привлекаете к ответственности. То есть, это уже грозит для него штрафом. А если он... Такие вопросы можете уже ставить, да? Это уже коррупционная административная статья. Намекать, так скажем. Да, нет, это уже... Не намек. Да, укрыть. Если он в сроке не привлек, соответственно, или мы вносим представление, он не отреагировал, то мы имеем право его привлечь к ответственности по кодексу административный, как я сказал, штрафу. А это, в свою очередь, является административным коррупционным правонарушением. То есть, статьей написано, что это административные коррупционные правонарушения. А это, в свою очередь, ему тоже, возможно, в дальнейшем, то есть, он работать будет, не будет с такой административным. То есть, это будет выставлена карточка. И, соответственно, дальше даже в этом госоргане он будет, не будет работать. Уже есть такая галочка, пометка. Да, трудоустройство, можно сказать, уже запрещено. Очень такой интересный вопрос хотела бы задать. Мы часто слышим о материальном поощрении тех, кто информирует, помогает вам, информирует антикоррупционные органы о фактах злоупотребления чиновников. Сколько таких фактов было и что это за материальное вознаграждение? Да, это очень хороший вопрос. Институт того же поощрения лиц, сообщивших о фактах коррупции, оно не только в Казахстане, оно во всем мире, практически не во всем мире, то есть в развитых странах, где уровень коррупции очень низкий. Этот опыт у нас в Казахстане работает с 2012 года, если не ошибаюсь. То есть было постановление правительства. Ну вот с 2012 до прошлого года, соответственно, он работал по старому формату. Это как, то есть люди, сообщившись о фактах коррупции, могли получать поощрение от 30 до 100 МРП. Ну это оно сейчас так и есть и продолжается. Но эта сумма небольшая, то есть 30 МРП это от 87 тысяч тенге до почти 300 тысяч тенге. Но сумма небольшая, да. Изучая международный опыт, наши тоже приводят пример, что в некоторых странах от суммы взятки процентным соотношением выдается тому лицу, который сообщил. Не всегда же преступление выявляется оперативным путем или следственным путем. Есть такие лица, когда могут прийти и сказать, что да, вот там вот сейчас, к примеру, похищается, и, соответственно, этот как информатор в дальнейшем поощряется. Это было тоже, новшество было вместе с антикоррупционной экспертизой, с отставкой. В один момент было включено новое постановление, изменения были внесены в это постановление. Теперь сумма вознаграждения намного выросла. Теперь лица, сообщившие о фактах коррупции, могут получать от 10% от суммы взятки. То есть и от суммы похищенных средств, заказанных дополнительных услуг, благ, скажем так. Если сумма это превышает, но оно должно превышать тысячу МРП. Это порядка, сколько у нас идет, 3 миллионов тенге, да? 3 миллионов. Если ущерб, сумма взятки превышает, условно говоря, 3 миллионов тенге, ну, установленных 3 миллионов тенге, но, условно говоря, если он кто-нибудь получил 4 миллиона взятки, соответственно, 10% от этой суммы он может получить, скажем так, в виде поощрения. Но, в ту же очередь, сумма в целом вознаграждения не может превышать 4 тысяч МРП. Это что значит? То есть сумма 1,6 миллиона тенге. То есть до 12 миллионов человек может получить в виде вознаграждения. Интересная арифметика. Да, то есть она не может быть, ну, может, сумма, к примеру, очень большая, да? И, соответственно, то есть здесь как бы бюджет... Ну, вот 26,5 миллионов, да, примерно? Ну, бюджетных средств тоже как бы тоже не хватит. Это же за счет бюджета определенной антикоррупционной службы выделяются денежные средства, соответственно, постановлением правительства, она и раз утверждена. И, соответственно, если у нас, к примеру, вот 5 человек мы в этом году поощрили, на сумму более 1 миллиона тенге. Конечно. 5 человек, да? Да, ну у нас вы уже, наверное, если даже по сумме видать, что это еще тот... Сейчас я сказал, если она даже дифференцированная, старая система от 30 до 100, она у нас осталась. Но вместе с тем... По старой системе. Да, они, то есть сумма не превышает 1000 МРП. Ну, если будут факты, конечно, когда граждане будут сообщать нам в антикоррупционную службу, да, по номеру 464052, либо у нас есть единый колл-центр антикоррупционной службы, это 1424, об этом все знают. Можете сообщать, конечно, вот этот алгоритм, схему, да, можешь сообщить, потом можно уже конфиденциально отрабатывать, скажем, нашими сотрудниками. Это как телефон доверия, да? Да, данные, соответственно, в любом случае, это является его данной, это является секретом, скажем так, да, он государственный тайный и он под защитой находится. Сейчас как раз-таки вот по поручению представителей, вот в прошлый раз готовились некоторые нормативные правила акта на общество касательно защиты лиц, которые сообщили о фактах коррупции. Сейчас вот все слышали о том, что по поручению главы государства разрабатывается новая антикоррупционная стратегия. Но она, как он сказал, разработать концепцию антикоррупционной политики. На стадии разработать. Да, да, да. Вот сейчас как раз многие вещи мы в прошлый раз общественностью презентовали, депутатам, членам общественных советов презентовали, показали предложения, ряд предложений они внесли, мы внесли в свою очередь в центральный наш аппарат. То есть там много есть новшеств, и пользуясь случаем, эфиром хотел бы сообщить, что есть сайт adal.com.kz, любой желающий может свои предложения касательно усиления, превентивных мер, профилактики, госзакупки. В любых сферах везде, скажем так, есть коррупционные риски. Поэтому где они есть, каждый профессионал своего дела, то есть каждый эксперт в своей отрасли может дать определенные предложения, то есть их, скажем так, обосновывать, да, скажем так, и что к чему она, скажем так, приведет. В таком случае для этого действует сайт adal.com.kz. Ну что ж, эфирное время нашей программы подошло к концу. В завершение вот такой вопрос. Мы еще об одном коррупционном правонарушении поговорим. Уже суд состоялся. Это в части профилактики, да, вот когда в октябре состоялся суд над бывшим руководителем областного управления здравоохранения, до соседания суда участвовал почти весь коллектив облздрава. Вот это был такой прецедент интересный. И в связи с чем это все было? Ну, я бы сказал, что данная мера вообще является эффективной, потому что когда сотрудники, у нас до этого было и полиции, мы и так делали, и в целом это опыт других лет тоже такое было. Но у нас есть комплексный план по формированию антикоррупционной культуры, подписанный нашим председателем здесь на уровне Акимовом области. То есть, чтобы... Показательный, да, как бы... Ну, чтобы эффект... Не показательный эффект, профилактический. Нет, профилактический. Именно, чтобы они видели, как бы, чувство, скажем так, да, когда все-таки человек годами работая, да, честно, возможно, да, и где-то, может, и нечестно, пришел к определенной должности, и когда все заработано, и авторитет, скажем так, да, и карьера в одну... Одна часть, скажем так, теряешь. Соответственно, люди это видят. Тоже эффект, это как бы такой превентивный, профилактический эффект. И, конечно, где-то посты были в Фейсбуке, да, что вот как, нужно ли, нет. Ну, это... Мы считаем, что... Ну, это соблюдая ограничительные меры, то есть, да, вот карантинные. Там не весь коллектив участвовал. Да, определенный этот. Ну, в основном мы это делаем через Zoom, через Фейсбук иногда даже бывает. То есть, именно в тот день как раз управление... Наши, как бы, предложения, раз пункт плана есть, они не отказались и, соответственно, посетили. Ну, там не только были госслужащие с коллеги, но и полный зал журналистов. То есть, это такое своеобразное влияние сознания, на сознание, да? О последствиях, о последствиях коррупции. Да, есть страны, вот, да, есть такие страны, которые добились минимизации уровня коррупции, они пришли как раз через это, то есть просвещение. Они просвещали со школьной скамеи, заканчивая, вот, пока ты вот на госслужбе, вот, даже мы сейчас в эфире, люди смотрят, и тоже, как бы, в свою очередь, какое-то просвещение. То есть, зная о том, что завтра понячется персональную ответственность, уже, как бы, он себя, может, начнет более эффективно реализовывать антикоррупционные меры. На этой ноте, оптимистически, закончим наш разговор. Благодарю вас за участие. Удачи вам, успехов в работе. Наши телезрители, благодарю за внимание. Увидимся в программе «С первых уст». Удачи вам, успехов в работе.